Книга «Открытым оком. Тема коммунизм. Том 26. Вопрос 3790». Есть книга «Отец Арсений» про православного священника в сталинских лагерях. Как его Бог там сохранял чудно? Ему и видения были в камере. А были ли такие герои веры у сектантов? Неужели и им были видения такие же? Отвечает Игнатий Лапкин. Отец Арсений – это не быль, а благочестивый вымесел писателя. Рассказ показывает собирательный образ мученика. А были ли такие в действительности, Бог знает только. У сектантов же в более поздние времена такие герои были. Вот и рассказ, записанный на пленку, как Азаров Михаил Иванович нес свой крест. Если желаете, то это его свидетельство можно послушать. Его голос остался на память и укрепление верных. Так, братья, сестры, регистрация – это не просто регистрация ребенка или дома. Это церковь Господа. И я говорил, что я не имею права это делать, потому что это не моя церковь. А церковь Иисуса Христа, которую Он купил, дорогую ценой страданий, ценой своей крови, пролитой на Голгофе. И поэтому к нам приехали и решили всех нас переписать, сколько нас собирается. Приехали с двумя собаками. Собаки злые были. Всех нас собрали в одном доме и по одному выпускали и предлагали записаться. «Фамилия, имя, отчество. Где живешь и где работаешь?» Слава Богу, когда мы услышали это, я попросил церковь не давать никакие фамилии, ничего. Иначе мы становимся как бы предателями. Вдруг кто к нам в гости приедет и, естественно, мы предадим брата или сестру. Это был хитрый замысел их. Шесть или восемь часов они держали нас, пока не запишетесь. И среди нас только одна душа нашлась, которая записалась. Остальные, слава Богу, стояли твердо. Хотя и собаки гавкали, то и другие, но Бог миловал. Это была большая победа. Хотя мы просидели целый день в закрытии, но никто не записался. И с тех пор, слава Богу, больше этот вопрос не поднимали. Но, а меня они, конечно, посадили на 15 суток очередных. Их было около 10. Всякий раз сопровождались административным или товарищеским судом. И здесь они употребили тоже очень страшное состояние. Когда они посадили меня на эти 15 суток, то... Вдруг дает начальник команду. Я сколько сидел, но этого не слышал и не знал даже, что такое там есть. Вдруг он дает команду посадить в камеру с крысами. Ну, я так сначала не особо обратил внимание. Думал, что после той камеры, когда я сидел в прокаженной камере, страшнее этого нет. Оказалось, что когда меня посадили в эту камеру, я один сидел. Сравнительно небольшая она. У меня был сильный радикулит. Мне было трудно подниматься. Передачи никакой не разрешали передавать. В этих трудностях просидел я примерно сутки. Было более-менее спокойно. Потом только на вторую ночь смотрю, действительно показались крысы. Одна, вторая, третья и так далее. Не знаю я, как они были приучены, что они выбегали, а я сидел на нарах. И выбегало их много. Конечно, старались прыгнуть ко мне на нары. Или их не кормили долго. Трудно мне сказать, почему такое было. Но крысы стали нападать на меня. Долго я боролся. Постоянно молился Богу. Примерно через несколько часов заходил какой-то офицер и говорил. Если не дашь согласия на регистрацию, крысы съедят. Это дано указание сверху. И опять закрывал и уходил. Ночь была, это великая тяжесть. Нельзя было заснуть, нельзя было сидеть. Надо было все время сгонять, потому что они прыгают на нары ко мне. И их было много. Так прошло трое суток. Я в конце концов измучился. Уже больше не мог и бодрствовать. Упал на нары. Горько заплакал и просил. Господи, что-нибудь сделай. И здесь что-то совершается удивительное. Вдруг камера, где я был, осиялась чудным таким светом. Каким-то непонятным для меня до сего дня. Какой-то неземной свет. И увидел я красивого очень человека в белых одеяниях. Очень сильно-сильно белые. И он каким-то образом дал знак мне, чтобы я следовал за ним. Если когда-то апостол Павел писал, что он не знает в теле ли, в теле или вне тела вознесен был, то я видел, что тело мое осталось. Но я ушел из тела. Это удивительное было явление. И перед нами все двери, крыша, все открывалось. И я следовал за ним. Это был чудный, чудный человек. Крыльев не было, как рисуют у ангелов. Но я понял, что это ангел Божий. Он только мог сказать мне по пути. Мы летели или шли где-то в воздухе. Твоя молитва услышана. И где мы были, я не знаю. И вдруг навстречу мне великое множество святых с пением и ликованием. Среди них я узнал некоторых из братьев, которые живые. Они тоже очень в таком белом одеянии все. И их много-много. Они как-то так летели по воздуху. И похоже было такое строение, как город какой-то. Это было очень чудно. И они с ликованием шли мне навстречу. Когда я приблизился к ним, смотрю. Не так далеко от меня сзади тоже человек приближается. Но только в очень красивом костюме черном. И когда он начал приближаться ко всем этим святым, вдруг из уст святых полетели стрелы, множество стрел. И его не приняли. Я все это смотрю и наблюдаю. Недалеко от меня стоит ангел, тоже наблюдает. И когда он отвернулся и закрыл лицо руками, я вижу, что он горько заплакал. Сквозь пальцы текли слезы. И сзади его на одежде, или может так видно было, было написано крупными-крупными буквами. Регистрация. Я не знаю, что бы со мной случилось, когда я сидел с крысами. Потому что все время твердили за эту регистрацию. Видимо, я ослабел, что Господь решил укрепить меня. И когда удалился этот человек, не знаю, сколько прошло времени, сутки или больше, мне было очень хорошо. И, конечно, я никак не хотел возвращаться. Но этот ангел или человек в светлой одежде дал мне знак рукой, чтобы я следовал за ним. И мы возвратились в камеру. Все опять перед нами было открыто. Опять я вошел в свое тело. Тело мое лежало. И здесь же в камере стояло уже несколько офицеров, милиции, два врача в белых одеждах. И они туда-сюда меня ворочали. Я слышу, врачи говорят, нам непонятно, что случилось с ним. Он живой или не живой. Вроде как живой. И вместе с тем трудно понять, что с ним случилось. Когда я вошел в себя, я больше не видел ангела. Я поднялся, сел. Они немножко все отстранились. И врач задает вопрос. Что с тобой? Я говорю, мне очень хорошо. Они снова повторяют вопрос. Я говорю, мне очень хорошо. Слава Богу. Они повели меня в кабинет. Там начали приборами проверять. Укол сделали. Я не знаю, что они думали. Но они все-таки между собой разговаривают, что нам непонятно, что случилось с тобой. Врачи посоветовали положить в городскую больницу. Но полковник милиции не согласился. Принесли мне матрас и положили в другую камеру. Слава Богу, там уже не было крыс. И я крепко-крепко уснул. Сколько я спал, тоже не помню. Но слышу, что меня кто-то толкает. Смотрю, стоит человек в милицейской форме. И у него полная сумка разных продуктов. Была ночь. Он разбудил меня и говорит. Встань, поешь хорошо. Ты давно не ел. Я встал. Продукты были очень хорошие, вкусные. Поел и отдаю ему сумку. Он говорит. Нет, минут пять потерпи, еще поешь. Я поел еще, слава Богу, лег, уснул. И больше я не видел этого человека. Каждый день приходила комиссия, проверяла меня. И каждый раз врачи задавали вопрос. Что с тобой было? Я им ничего не говорил. Я вообще редко где это рассказываю. Могут так понять, могут не так. Но, во-первых, удивительно, Бог сохранил меня от этих страшных укусов крыс. И Бог укрепил меня, что регистрация – это смерть. Это духовная смерть. Это победа дьявола. Я вспоминаю один случай, когда Александр Васильевич Карев послал меня съездить в Ленинград и побеседовать там с Видюхиным. Он в это время был первым пресвитером в церкви. Он разрешил мне передать привет. И вдруг приехали иностранцы. Иностранцы говорят, что вот ты сидел несколько лет в тюрьме за Слово Божие. Я того тогда не знал, хотя и мы были уже знакомы. Вдруг он говорит. Это было по юности, по моей глупости. Не нужно было все это так делать, как я делал. Поэтому я считаю, что со мной правильно поступили. И сейчас у нас добрые отношения с органами. Вы видите, что я тружусь в таком городе. Мне доверено такое служение. Так что все это прошло. Потом я пожелал побеседовать с ним один на один. Но он не пожелал этого, только спросил. Кто тебя послал? Я сказал, Александр Васильевич просил меня побеседовать с вами по вопросу регистрации. Но он, конечно, плохо меня знал, сказал, не надо об этом говорить. Я уехал. И вот удивительно, что все буквально заняты этим вопросом. Настолько боялись друг друга. Шло предательство такое. Чуть что вызывали, куда и спрашивали. Все говорили. А иначе уйдут в отделенные. И вот трудности нам, отделенным, создавались такие нашими братьями регистрированных в церкви. Но другого пути не было. Слава Богу, я вышел после 15 суток. Меня встретили друзья. Мы сфотографировались. Опять тут поднялся шум. Решили снова уволить меня с работы через товарищеский суд. Суд был действительно очень тяжелый. И все-таки решили меня уволить. Одни кричали. Не надо. Там у него дети есть и прочее. Но все-таки решили. Я подал заявление на увольнение. Хотя проработал на этом заводе больше 20 лет. Господь помиловал, устроился на вторую работу. И здесь каким-то образом, я не знаю, узнал Николай Петрович Храпов, что у меня есть альбом со многими моими фотографиями братьев. Он пригласил меня к себе в Ташкент. Мы друг друга не знали. Три дня я у него прогостил. Он как раз писал книгу. Ему нужны были мои фотографии. Он рассказывал мне о своих переживаниях, скорбях, трудностях. И в то же время укреплял меня, чтобы я не падал духом, потому что он говорил, что этим не кончится. Бог поведет и дальше. Ибо наш путь узкий, тернистый. Лежим мы, кто-то стучит в окно, ночь. Но это оказался тоже гость из братьев. А днем он говорит, знаете, братья, вот какое положение. Вот я посмотрел, постучали в окно, а вы все лежите и спите, а я уже больше не заснул. Думаю, что не сегодня, так завтра опять придут, снова придется на арест идти. Погостил хорошо, мне срочно надо было улетать в аэропорту, то есть толпы людей к кассе. Улететь можно было только через неделю. Мы помолились, Николай Петрович говорит. Вот видишь, пустая касса. То касса ЦК. Там билеты дают только работникам и ЦК партии. Немножко страшновато было, я говорю. А вдруг они спросят? Иди подавай, другого пути у нас. Ты, Сергеевич, через сроки прискочил. Пойди, подавай паспорт, ничего не говори. Немножко страшновато было, я говорю. А вдруг они спросят? Иди подавай, другого пути у нас нет. правда я подошел там ни одного человека не было касса открыта подошел достаю паспорт подал женщина взяла паспорт и только спросила вы по броне я молчу но она говорит ну хорошо и удивительно они все так смотрят конечно молятся чем кончится вдруг она подает билет через час вылет на харьков и вот я с билетом в руках просто такое чудо божие и они все конечно удивлены он говорит ну вот а ты стеснялся мы же помолились богу и так слава богу я уже вечером был в харькове утром было братское общение когда посадили в очередной раз на 15 суток всегда приходили начальство убеждали уговаривали регистрироваться другого пути нет все равно мы вас всех по уничтожим мы за одну ночь можем вас уничтожить что вас больше не будет приводили одни примеры другие где кого разогнали посадили всячески старались чтобы расслабить веру и упование на бога в один из дней сажают меня в машину везут на одну из центральных улиц города смотрю стоит клетка деревянная где-то метр на два заводит меня в эту клетку сажают и закрывают сиди здесь дают команду правда было тепло лето вдруг смотрю идут группы человек по 20-30 школьников подходят двое атеистов мужчина и женщина становятся около клетки и рассказывают вот сидит американский шпион при обыске у него нашли аппаратуру несколько пистолетов он замышлял того убить того предать в общем такие страшные вещи говорили это такие баптисты есть которые не хотят слушать советскую власть не покоряются не подчиняются собираются тайна но и разные нелепости конечно школьники все смеются кричат что с нами надо делать и так группу за группой и так несколько часов некоторые находили где-то камни большие бросали меня камни небольшие бросали меня что что можно было сказать сидел и только молился богу и говорил господь дай силы и в разуме этих людей которые такую клевету говорят удивительно что когда уже на свободе иду по улице и вижу идут два человека и один из них кричит михаил иванович ты узнаешь этого негодяя я так посмотрел кто его знает я тебя сажал на 15 суток а это был один из тех которые на меня такую клевету говорили кричит я иду из психбольницы я все равно удушусь сын уговаривает его молчи а он только то он одно только кричит не стесняясь народа я такой-то я тебе много делал зла прости меня прости меня увел его сын да действительно бог поругаем не бывает что человек посеет то и пожнет такие пути и трудности которые мы переживали были но господь был с нами господь был со всеми святыми во всех переживаниях трудностях и после этих криков шумов школьников которые готовы были перевернуть эту клетку вместе со мной но правда им не разрешали но зло было великое против нас верующих нерегистрированных церквей просидел я в этой клетке почти до вечера снова приехала машина отвезли в камеру на второй день заходит начальник и говорит я тебя решил пожалеть пришла директорша ресторана и просит дай мне человека и самое главное чтобы он не пил проходит камеру открывает и говорит ты не пьешь я говорю нет пойдешь работать в ресторан буду появить кормить тебя только хорошо работой не воруй и не пей ну что ж я этому обрадовался слава богу хоть выйти из камеры привезли в ресторан только покормили и вдруг привезли машину вина разгружать надо ой что делать она объявила что я хорошего работника нашла он не пьет так что доверяйте ему и вдруг я к ней обращаюсь и говорю я человек верующий я не пью сам и другим не желаю чтобы пили я буду любую работу делать только от вина пожалуйста освободите меня чтобы я его не разгружал и не касался его она так в недоумении смотрит ты что вино это главное здесь я говорю может быть главное здесь но пожалуйста освободите меня от этого я не могу этим заниматься ну и конечно начальник опять стал ругать я тебя выручил думал сделать добро ты такой сякой баптист да еще хочешь тут нами командовать ну в общем позвонили в милицию приехали меня забрали начальник с одной стороны посмеялся вот ведь какие вы люди кто знает как вам сделать я вот хотел сделать тебе добро а ты вот пошел и как так вино не разгружать я говорю я по своему христианскому убеждению не могу этого делать я по своему христианскому убеждению не могу этого делать приглашают меня пойдешь колбасный цех наешься там колбасы но знаю что оттуда все ребята по котелку колбасы приносят нам вот мы тебя посылаем ешь сколько хочешь но чтобы все вы по котелку колбасы принесли на милиции я так говорю нет я так не могу делать это же воровство какое твое дело ты поешь и нам принеси я говорю дайте мне любую работу пусть будет она тяжелее но только не связанную ни с вином не с воровством камеру меня снова отправили взывает опять не знаю что с тобой делать мне и жалко тебя за тобой все время наблюдает кгб мы должны докладывать про тебя и мы хотели чтобы тебе лучше было мы же знаем твою домашнюю обстановку тут жена каждый день приходит бьется к тебе увидеть тебя в это время пришли двое ребят моих и они решили кое-что передать конечно их не допустили но удивительно слава богу каким-то путем через решетку каким-то путем прилетели две луковицы ко мне я был рад хлеб был и я хоть с хлебом съел луковицы всегда и во всем сколько было переживаний удивительно что церковь и я так пришли прилетели две луковицы ко мне я был рад хлеб был и я хоть с хлебом съел луковицы всегда и во всем сколько было переживаний удивительно что церковь прилежно молилась богу и мы никогда за все время ни разу нигде не отменили собрание сколько приходилось ездить везде господь поддерживал и слава богу мои сыновья росли сколько их тоже не вызывали сколько над ними не смеялись лекции им читали но бог оставил их верными и они все пошли тоже прямым путем божьим но приближалось все к тому как предупредил меня один из работников кгб что мне грозит пять лет за непокорность что ты ездишь по другим местам и так далее слава богу мы собрались летом в лесу братья мне предложили уйти на нелегальное положение в лесу я задал вопрос церкви как поступить или пускай сажают уже в тюрьму или уйти на нелегальное положение потому что по всем данным видно было что это были последние дни мои на свободе церковь конечно заплакала что делать и все-таки некоторые друзья высказали мнение такое оставайся с нами до последнего дня может господь не допустит ареста но на нелегальное положение может на год может на два кто знает как помолились я так принял это решение тоже оставаться до последнего дня с церковью и настал день вдруг рано утром пришли пять человек из милиции во главе с работником кгб остановили всех нас и сказали что мы арестованы и чтобы не как никто никуда не смел уйти конечно хоть мы и ожидали но вместе с тем ничего не прибрали все было на месте жалко было смотреть когда забирали литературы два-три мешка собирать их было очень трудно новые было уже поздно как-то помиловал господь библию одну сохранили слава богу это было богатство для семьи обыск шел восемь часов просто смотрели и удивлялись как у какого разбойника такой тщательный обыск все подушки все матрасы все портреты все стены все простукивалось все искали непонятно непонятно даже что потом следователь говорил у тебя хранится касса областная или еще что но вы они конечно недовольны были что ничего не нашли но в целом просидели мы несколько часов даже и покушать не разрешили в конце концов приказали мне собраться ты арестован говорят мне ну что заплакали конечно дети все преклонили колени хотя они не разрешали но слава богу они немножко в сторону отошли и мы все помолились богу попрощались должна была быть конфискация имущества но они увидели что брать было нечего в последний раз когда штрафовали мне заплатить было нечем потому что штрафы были большие прокурор вызвал и сказал почему не платишь я говорю у меня есть шифонер пожалуйста можете забрать его платить нечем правда прокурор поднял руку и сказал смотрите не вздумайте шифонер забирать он сфотографирует это станет на весь мир известно в это время жили мы скудно но уповали на бога голодными особо не были слава богу хлеб всегда был отвезли посадили в камеру начальник тюрьмы бывший кгбист встретились ну что достукался сколько тебя раз убеждали подай заявление на регистрацию а теперь поздно но еще если напишешь еще будем рассматривать еще можем пересмотреть если одумаешься в камере мы сидели в небольшой слава богу один преподаватель института второй человек бывший судья одного района третий директор завода и немножко они обрадовались как так к нам попался баптист беседа пошла но конечно столько же клеветы было написано столько же статей было таких страшных против меня в газетах вот теперь мы сидим и беседуем все они конечно удивлялись когда я рассказывал то что на самом деле есть теперь они тоже по-другому стали мыслить потому что статьи у них были у всех троих до десяти лет и что еще очень плохо что жены их всем написали такие записочки что мы десять лет ждать не будем что мы еще молодые но в общем такое положение что директор дошел до того что хотел покончить с собой сидели мы долго почти полгода вместе через месяц вызвали на допрос следователь был из еврейского народа не молодой беседовали много он доказывал что христос это не христос иногда беседа проходила часа два чисто на религиозную тему однажды приносит он мне фотографию мы при обыске нашли что ты стоишь здесь с молодежью и пропаганду с ними ведешь правда человек 20 молодежи и я с ними не знаю кто сфотографировал я ее в первый раз видел так вот возьми ее подумай и если ты напишешь такое заявление что больше ты не будешь молодежи проповедовать агитировать и детей в собрании вашим не будет статья сразу на два года будет меньше подумай о жене о детях подумай мы тебе доброе предлагаем действительно я взял фотографию посмотрел всех узнал приятные воспоминания но неприятно конечно что пять лет но все-таки поблагодарил у бога что есть те которые из молодых людей слушали слово божие слава богу в основном они остались верные господу господь помог положить на сердце что если бог даст и еще жить только так и нести дальше чтобы молодежь и дети слушали слово божие как говорится в писании не скроем от детей наших через некоторое время он вызывает я ему приношу фотографию отдал и говорю может мне оставишь нет это к делу на суде она будет фигурировать правда на суде судья показывал как я вербовал молодежь но бог давал силы бодрствовать до суда было времени много делать было нечего в камере иногда выводили на прогулку я не знал что наши друзья организовали рядом был высокий дом и когда я выходил на прогулку они оказывается в окно смотрели но и видели что я не унываю улыбался выходил хотя я об этом не знал мне потом рассказали но это радовало и друзей и жену иногда и дети смотрели тайком так они делали много беседовали в камере я попросил преподавателя чтобы он меня учил английскому языку чтобы даром время не проводить он охотно согласился так я не в карты не в домино не играл время было а потом господь положил на сердце по вечерам скучно было и я начал петь песни разные были но особенно полюбилась та которую мы в церкви пели на мотив одной революционной песни наш меч не из стали блестящий не молотом кован людским он пламенем правды горящие дарован нам богом самим не плоть он людей поражает эта песня понравилась вторая песня также понравилась люблю господь твой дом чертог любви твоей люблю я церковь из людей искупленных христом каждый вечер после ужина когда я не пел иногда стучали по камерам узники и просили петь пожалуйста спой еще нам таких песен мы не слышали удивительно потом я как-то услышал один из конвоиров говорит рядом с вами камера смертников приговоренных к расстрелу постучал я ему не отвечает гляжу он конечно в наручниках сидит стол скамейка прикованы но правда смотрю есть книга смотрел как его водили сзади один спереди один сзади и двое держит по цепям на руках просто страшновато как его водили говорят что он очень опасный преступник увидеть но потом все таки научились мы через кружку по несколько часов переговаривались он тоже узнал что я верующий он будучи ещё но потом все-таки научились мы через кружку по несколько часов переговаривались по несколько слов переговаривались он тоже узнал что я верующий он будучи еще на свободе слышал о верующих людях но и так кое-что пришлось ему сказать такая вот встреча очень грустная я попросил преподавателя нарисовать текст примерно за месяц до рождества христова он написал текст такой ныне родился вам спаситель который есть христос господь я его повесил над своей койкой прошло какое-то время открывается камера заходит полковник и майор а я в это время передал записку сильно болели уши если можно что-нибудь дать зашли полковник показывает кто рисовал ну все мы молчим я говорю это мой текст и висит над моей койкой снять я говорю пока я не осужденный снимать я не буду я за это сижу он еще раз сказал мы ничего не ответили а потом говорит ты знаешь антю щенка да это мой друг так вот он подох если ты так же будешь себя вести тут это же до стукаешься до этого одна вам всем участь будет если не одумаетесь если не зарегистрируйтесь все там будете майор по медицине говорит ничего не получишь на бога своего надейся и таблетки не получишь ни одной сдыхай как хочешь директор завода который со мной сидел не выдержал да нет вы этого не справедливо причем тут вера причем тут убеждение он на него замолчи и так правда господь помиловал ничего мне так и не дали очень жалел что бориса тимофеевича не стало потом передали что один брат из нашей церкви тоже умер брат который отсидел много лет в тюрьме верный был всегда у него в доме было собрание сколько переносил он испытаний но бог давал ему силы что он никогда не отказывал чтобы в его доме не было собрания шло время появился второй следователь спрашиваю а где первый за первым заподозрила кгб что он встречается с верующими и назначили второго помоложе это был более безбожник составил очень большое дело такая папка что хватит на три дня читать принес мне зачитывать чтобы я расписался сидел я по многу часов читал три дня в конце концов я отказался подписывать что здесь очень мало правды поэтому я подписывать не буду пригласил он понятых они расписали что я от роспоси отказался до того как меня осудили будучи еще в тюрьме собиралась множество людей как мне сказали слушали песни которые господь по милости своей давал мне силы петь некоторые я знал наизусть а иногда прочитаю или расскажу какой стих из библии библию конечно мне не дали ничего не дали но не дали по памяти напишу стих прочитаю громко-громко чтобы было слышно в других камерах а потом начинал петь пела разные духовные песни которые и мне помогали и многим слушателям узники которые были со мной тоже были очень довольны нередко даже удивительно мы начинали петь втроем они помогали так слава богу жили в камере мы дружно бог помиловал перед тем как идти на суд в последнюю ночь так глубоко господь дал молитву не помню сколько я стоял на коленях молился только слышу кто-то меня толкает смотрю стоит контролер что с тобой ты живой я сколько заглядываю глазок ты все время стоишь и стоишь на коленях слава богу поистине не несколько часов стоял на коленях просил бога чтобы он укрепил утвердил как меня так и жену детей церковь жену обманули так как на суд собралось много народу то увезли меня в другой город небольшой когда привели меня все вооруженные с автоматами просто удивляться надо было что поистине к разбойникам был причислен так вроде везде вел себя хорошо непонятно но вот такой создали в людей страх что перед вами разбойник американский шпион нашли у него то и другое начался суд людей было конечно много но все были подобраны атеисты наших верующих никого не было судья начал задавать вопросы я отказался от всех ответов пока не будет здесь мои пока не будут здесь мои верующие моя жена и родственники так прошло около двух часов шумели кричали я молчал оказывается друзья были около суда ходили вокруг но их не пускали потом судья объявляет пустить жену брата сестру и еще наверное человек пять верующих зашли увидел я их слава богу обрадовался вопросы были в отношении братства в отношении совета церквей в отношении некоторых братьев которые сидели уже в тюрьмах в это время по нескольку раз наших двух пресвитеров пригласили но увы оба они испугались не явились одну девочку лет двенадцати пригласили что она не пионерка когда я спросили кто это сидит за решеткой удивительно она говорит это брат мой ну конечно бурное негодование крик шум как он научил но слава богу просто удивительно было как она твердо и мужественно сказала это так прошло три дня и вдруг в последний момент когда уже выводили вдруг кто-то бросил цветы и цветы прямо попали в воронок удивительно один солдат подобрал три цветика и как-то он просто мужественно подал их мне говорит это тебе бросают цветы а второй подобрал целую пачку цветов и привез их в тюрьму для них это было крайне удивительно что все кричат желают верности твердости и цветы после подходит начальник тюрьмы и говорит да я сожалею что тебе такой срок дали большой и скажу тебе что тебя отправляют в дальний край вспомнил я как пришел мой старший сын после отсидки пятнадцати суток он отсидел два раза был бодр мужественен бог ему тоже дал силы свидетельствовать и когда он вышел из камеры тоже рассказывал много как они пели второй сын тоже сидел пятнадцать суток но господь нас миловал поехали мы в поезде по этапу на воронеж и вдруг один кричит на весь вагон с нами везут святого давайте какие у кого есть вопросы вот газета про него написано действительно каким-то образом газета попала кому-то и конвоиры почему-то разрешили ее читать конечно там клевета все было и все начали спрашивать а где он сидит в каком купе я молчу кричат фамилию я молчу так немножко утомлен был думаю хоть здесь посидеть спокойно а тут еще доволен был что попал возле решетки и было чем дышать ну конвоир объявляет что сидит там такой в купе и в нашем купе сидела двадцать два человека оказался один разбойник он спрашивает ты действительно верующий я говорю да верующий а ты святой я говорю да святой по милости божией ты не куришь нет не пьешь нет не ругаешься нет но и начал говорить сними с меня грех мой я страшно мучаюсь я иду на этап я никому не признался сколько меня били мучили я не признался а тебе я все признаюсь я перед тобой исповедуюсь только сними с меня грех но и так со слезами удивительно все тут становились удивительно все тут остановились все смотрят он с большим трудом перелез ко мне открывает сумку вот у меня все есть я все тебе дам и если на волю выйду я тебя озолочу сними с меня грех мой я не могу жить дальше все равно я что-нибудь над собой сделаю ну и все это слышат конвоиры он не стесняется говорит я только тебе признаюсь что я сделал я ему объясняю что я не поп я верующий человек и снимает грех только один бог ой тяжело было он пал тут же передо мной на колени я тебе по всем признаюсь сними с меня грех мне очень тяжело я говорю я только могу помолиться за тебя и бог решит вопрос снять тебя грех или нет в это время быстро открываются двери выхватывают его трое конвоиров не знаю куда его отвели на меня зашумели сейчас посадим в карцер прекрати и вот такое положение создалась полная тишина и мы приехали в воронежскую тюрьму полно клопов всяких других насекомых кормили очень скудно подходит ко мне один человек и говорит дядя миша я слышал что ты верующий я говорю да так он говорит у меня бабушка верующая она мне говорила что если ты вдруг встретишь верующих помогай им это люди хорошие разреши мне тебе помогать я буду каждое утро брать на тебя паек хлеб сахар я так стою удивленно и действительно почти целый месяц он вставал раньше меня становился к кормушке забирал все мое и подносил так был очень добрым парень такой я говорю за что же ты сидишь что ж ты наделал да вот не слушался родителей не слушался бабушку начал воровать и последняя украл 5 поросят спрашиваю как же ты мог справиться с ними сразу 5 и 1 а а меня научили воры опытные дали мне пять удочек я насадил на них по кусочку мяса побросал все они проглотили это и я их потихонечку вывел и они очень спокойно шли только один захрюкает я дерну все так и увел теперь три года дали но интересно так было с ним саратове тоже сидели долго были мы в 12 тюрьмах настал день когда привезли в красноярск было в камере около ста человек настолько было душно трудно но по милости божией нашел там местечко и там также продолжал молиться богу были разные вопросы заходили начальство объявляли что среди вас есть баптист тут же не один баптист был все это враги народа будьте с ними осторожны не слушайте и но вот такие трудности были в лагере все злые все голодные биты очень много били разрешалось почему-то блатным издеваться над всеми мужиками офицеры на это смотрели очень свободно начальство лагеря сменилось прислали двух майоров из лагеря строгого режима навести порядок один из них нашел у меня острый предмет и повел меня на 10 суток в шизо все конечно были удивлены несправедливости но ничего не скажешь кормили там хуже чем в лагере но слава богу ушли беседы вопросы вопросы в этом плане было хорошо свидетельствовать людям грешникам о спасении о вечной жизни все зэки относились ко мне неплохо меня всегда называли дядя миша и блатные ко мне относились неплохо но начальство конечно очень жестокое было когда я вышел то принесли мне кусочек хлеба так уж там заведено и в это время когда я начал кушать двое ребят около меня сидели кое-чем угощали и вдруг слышу объявление на весь лагерь явиться в штаб пришел я сидит майор допрашивает кто тебе давал хлеб я конечно не сказал но были люди которые доложили мне сразу опять 15 суток а тем ребятам по 10 суток за то что встретили баптиста и дали хлеб как врагу народа но куда деваться все это надо принимать все это делается не без воли божьей отсидел снова пришел конечно уже все побаиваются все знают что наблюдают сидят хотя другим все дается но мне нельзя было ничего дать очень было тяжело неевшим начал ходить на работу работа была трудная сложная выходных не было таскали лес негде было погреться приносят мне одежды приносят мне однажды много писем открыточек некоторые были из германии голландии из англии по милости божией так как в камере я научился по писке примерно что-то понял ну а это проверили уже и отдали и уже отдали надеюсь что я кого-то позову из переводчиков подослали ко мне людей и спрашивают а что ты прочитал из англии а что ты прочитал из англии прочитал а от немцев прочитал писали из слова божие много мне достаточно было две-три буквы знать остальное я уже догадывался что было ну и по лагерю разнес нас разнеслась молва что я знаю пять-шесть языков начальство сполошилось вызывают меня ты почему не написал в деле что ты окончил институт тайком что ты знаешь столько языков ну конечно я улыбнулся это подействовало на них еще хуже ты что думаешь тут дурачки сидят крик шум и снова за это на 15 суток в шизо братья конечно знают что это такое сидеть в голоде и холоде и через некоторое время зековцы решили меня положить вниз но начальство приходило шумели снова наверх бог посылал милость через этих людей трудно было но все таки можно было терпеть потом вызывают и говорят ты письмо написал я действительно написал для верующих и она была опубликована в бюллетене их конечно это очень обозлило на жену составили дело и на меня чтобы я прекратил и написал письмо что я неправду написал я конечно отказался какие вы создаете условия о которых я написал вы прекрасно знаете это не жизнь а смерть хотя я готов умереть вызывает начальник лежит пистолет грубо так говоришь ты знаешь что в твоем деле написано что потребовали на товарищеском суде я конечно не знал что там написано передать в прокуратуру ходатайство к расстрелу такого негодяя так вот слушай поднимает пистолет направляет на меня и кричит при первой возможности я сам собственноручно расстреляю тебя а сейчас даю указание на 6 месяцев посолить в ПКТ и морить голодом и холодом по милости божьей бог давал терпение я знал что такое ПКТ какие там условия тяжелые меня предупредили будешь сидеть в одной рубашке и отопление 8 градусов тепла но я знал что я иду на это добровольно хотя мне предлагали лучший выход приехал из Белгорода КГБист вызвали меня побеседовали показалось ему что показалось ему что это тут мне нелегко пересадили в другую камеру так простите показалось ему что это тут мне легко пересадили в другую камеру на дверях было написано не сажать больше никого было разбито окно когда был ветер было очень тяжело днем присесть было нельзя предупреждали что если увидят что я сижу то обещали опять посадить в шизо или в карцер приходило начальство посмеивались где твой бог приходилось беседовать с ними терпеливо бог давал силы не обижаться терпеливо перенести то до чего господь допустил однажды пригласили в прокуратуру и вдруг из-за стены быстро выходит человек с автоматом и прямо мне в грудь застрелю как собаку сколько мы с тобой будем возиться я даже не успел среагировать испугаться это все очень быстро произошло а потом так понял когда в чем дело бог дал силы говорю вы можете это делать я перехожу в царство небесное а вам то будет очень плохо поэтому если у тебя не хватает силы стрелять в лицо я могу повернуться но есть бог которого хотя вы и не верите который будет судить вас ну ладно ладно мы тебя думали испугать а ты этого не испугался мы собирались у одной сестры так простите простите ну ладно ладно мы тебя думали испугать а ты и этого не испугался но это собирались в одной сестры такая сестра мужественная Мария Михайловна сколька раз разгоняли ımızı спец там это секунду от 15 суток ее вызвали будешь еще пускать она очень интересно поступила нашла где-то веревку а там столб стоял телефонный она сказала вот когда вы повесите меня вот когда вы повесите меня на этой веревке на этом столбе тогда собрание у меня не будет а пока я живая собрание было есть и будет посмотрели на нее как на сумасшедшую слава богу эта сестра осталась верная и до сего дня и хотя ей уже 80 лет слава богу ходит на собрание бог обильно благословляет тех которые идут твердо и мужественно за господом приходит как-то сам начальник лагеря ты когда освободишься на меня не обижайся потому что нас заставляли с вами так поступать вплоть до того что мы умерщвлять имели право но теперь вышло другое постановление всех вас отпустить оделся я выдают мне документы ты освобождаешься невольно потекли слезы думаю что же это делается перед этим в эту ночь я думал стоял на коленях и говорил господи я уже отсюда не выйду прими мой дух слабый и вдруг утром такое совершается конечно они все смутились я поблагодарил бога сказал что мы верующие не виноваты ни перед кем не перед камерниками не перед вами и одно только мог сказать да простит вам бог что вы сделали вывели меня через проходную остановился я и думаю что сделал бог а мне ведь еще полтора года надо было сидеть и здесь произошло великое событие бог отпускает верующих людей бог убрал за мое присутствие здесь троих президентов так господь судил уже будучи на свободе мне пришлось пережить еще одну скорбь я никак не ожидал этого от моих братьев когда начали проводить служение то оказалось что целью его было освободить меня от служения снять с меня всякое служение особо так ничего не говорили за что почему ничего такого во мне не нашли в церкви пошло большое разногласия разномыслия за что почему брат столько страдал и вдруг такое нет мы должны снять его и прочее вплоть до того что удивительно снять помазание для меня это было немножко страшно потому что помазание это сила духа святого его только может снять грех а греха никакого нету не нашли ничего не сказали так продолжалось несколько дней подключили еще братьев приехал петр данилович григорий васильевич и все почему-то говорили так и для меня это было конечно великая скорбь непонятно почему такое но я принял это как от господа потому что если господь допустил я это тоже принял вынесли решение освободить от всякого служения и снять помазание объявляют ты принимаешь это что я мог сказать пусть будет так никакой обиды никому я не имел начали приезжать братья из совета церквей пиши говорит что это несправедливо нечестно собрал я сыновей своих конечно в глубоком все смущение были аленя уже рукоположен был на благовестника ему предложили принять служение но он не мог принять он сказал что вы крайне несправедливо делаете попросил я сыновей давайте помолимся давайте молиться никаких жалоб писать не надо это господь допустил для нас для очищения нашего дома в дальнейшем господь усмотрит я ходил спокойно на собрание сидел в задних рядах хотел перейти в другую церковь мне не разрешила местная церковь все конечно единодушно молились богу почему братья так сделали приехал виктор кузьмич старый мой друг что как за какой грех ничего нет слава богу что они организовали что съехался весь совет церквей разбирать мой вопрос все пришли к выводу что непонятно за что и решили восстановить что это несправедливо было сделано григорий васильевич объявляет братья и сестры произошла ошибка неправильно мы поступили слава богу справедливость восторжествовала поблагодарили бога это было тяжелое переживание тяжелая скорбь кажется можно ее было не перенести но я так рассмотрел все перед господом господи если ты это допустил для моего очищения где я поступал неправильно попросил у бога прощения перед церковью сыновей убедил чтобы мы не ожесточились потому что пути другого в царстве божия нет это путь путь которым шел господь и я считаю до сего дня что это единственный путь который ведет нас в царство небесное бог сохранил из братства мы не ушли остались верные господу но вот что стали делать некоторые во главе с одесским братом пятерка решила всех старых служителей особенно тех которые отсидели в тюрьмах которые имеют авторитет всех их надо потихоньку убрать а восстановить молодых братьев что они и начали делать геннадий константинович не знал что план этот принят один правда после просил прощения у меня и у церкви я ему задал вопрос почему ты так делал нас так учили вот так он поддался последствия для них были очень трагичные брата господь лишила разума второй брат отлучил 3 тоже под наказанием петр данилович еще оставался на служении я его спрашивал что ты перестроишь видя что он не совсем правильно делает он добивается чтобы исключительно все ему поклонялись все выполняли его слова так не так но молчи и все я его убеждал петр данилович если не остановишься тебе беда будет ты думаешь во главе стать братство но этого не будет я знал все эти действия и он просил чтобы я публика чтобы я опубликовал что-то чтобы как-то замять свой вопрос когда георгий петрович ему хорошо объяснил его положение он ему исповедовался георгий петрович не выдержал он кое-что ему рассказал и сказал что он не должен он не имеет права нести служение георгий петрович оказывается рассказал исповедь григория даниловича его бывшей жене жившие по вине мужа 10 лет в америке и он у нее допытывался чтобы она написала как было дело петр данилович сегодня отлучен плохо он сделал что он не покаялся не признался он только тем думал грех свой решить как-то перед богом что он дал обет не вступать в брак но то что было там это конечно стыдно говорить теперь она вышла за одного брата жена которого умерла они знали с детства друг друга и мне пришлось сочетовать их это были большие переживания трудности я хочу сказать братья какое бы мы не занимали положение в церкви в братстве ли но грех есть грех его нельзя скрыть его нельзя забыть сколько бы мы не таили его он даст свои плоды и когда на совещании совета церквей геннадий константинович крючков строго обличил его указал на три греха он покаялся просил прощения братья его помиловали оставили его на хорошем служении но удивительно когда мы вышли во двор один из братьев говорит обманет я его хорошо знаю и действительно так и случилось как трудно братья удержаться на этом святом пути путь по которому господь провел братство это путь божий 1 петра 3 14 но если и страдаете за правду то вы блаженны а страха их не бойтесь и не смущайтесь эсфире 1 1 все народы приготовились к войне чтобы поразить народ праведных и вот день тьмы и мрака скорбь и стеснение страдания и смятения великое на земле и и смутился весь народ праведных опасаясь бед себе и приготовились они погибнуть и стали взывать к господу от вопля их произошла как бы от малого источника великая река с множеством воды и и воссиял свет и солнце и вознеслись смиренные мы живем под собою не чуя страны наши речи за десять шагов не слышны а где хватит на пол разговорца там припомнят кремлевского горца его толстые пальцы как черви жирны а слова как пудовые гири верны тараканьи смеются усища и сияют его голенища а вокруг него сброд танкашей их вождей он играет услугами полу людей кто свистит кто мяучит кто хнычит он один лишь бабачит и тычит как подкову кует за указом указ кому в пах кому в лоб кому в бровь кому в глаз что не казнь у него то малина и широкая грудь осетина 1933 год мандельштамп о сегодня неверующими сидельцами забиты тюрьмы но у них нет утешения в господи они знают что делали не только противоправно но всюду нарушали заповеди божьи вот как это видел неверующий пьяница и наркоман рвусь из сил из всех сухожилий но сегодня опять как вчера обложили меня обложили гонят весело на номера из-за ели хлопочут двустволки там охотники прячутся в тень на снегу кувыркаются волки превратившись живую мишень идет охота на волков идет охота и на серых хищников матерых и щенков кричат загонщики и лают псы до рвоты кровь на снегу и пятна красные флажков ненаравных играют с волками егерян но не дрогнет рука оградив нам свободу флажками бьют уверенно наверняка волк не может нарушить традиции видно в детстве слепые щенки мы волчата сосали волчицу и всосали нельзя за флажки наши ноги и челюсти быстрые почему же вожак дай ответ мы затравлено мочимся на выстрел и не пробуем через запрет волк не должен не может иначе вот кончается время моего тот которому я предназначен улыбнулся и поднял ружье я из повиновения вышел за флажки жажда жизни сильней только сзади я радостно слышал удивленные крики людей рвусь из сил из всех сухожилий но сегодня не так как вчера обложили меня обложили но остались ни с чем егеря 1968 год владимир высоцкий мы волки и нас по сравнению с собаками мало под грохот двустволки год от год у нас убывала мы как на расстреле на землю ложились без стона но мы уцелели хотя и живем вне закона мы волки нас мало нас можно сказать единицы мы те же собаки но мы не хотели смириться вам блюдо похлебки нам проголодь в поле морозном звериные тропки сугробы в молчании звездном вас в избы пускают в январские лютые стужи а нас окружают флажки роковые все ту же вы смотрите в щелки мы рыщем в лесу на свободе вы в сущности волки новые изменили породе вы серыми были вы смелыми были в начале на вас прикормили и вы в сторожей измельчали и льстите служить вы за хлебную корочку рады но цепь и ошейник достойная ваша награда дрожите в подклете когда на охоту мы выйдем всех больше на свете мы волки собак ненавидим 1964 год владимир салаухин что вспоминают заключенные верующие и что в памяти у неверующих насколько же богаче и счастливее уже здесь на земле верующего христа страдающие за христа протопить ты мне баньку хозяюшка раскалю я себя распалю на полке у самого краюшка я сомнения в себе истреблю разомлею я до неприличности ковш холодный и все позади и наколка времен культа личности засияет на левой груди протопить ты мне баньку по белому я до белого совету отовык простите и наколка времен культа личности засияет на левой груди протопить ты мне баньку по белому я до белого совету отовык угорю я и мне угорелому пар горячий развяжет язык сколько веры и лесу повалена сколь изведана горя и трас а на левой груди профиль сталина а на правой маринга эх за веру мою беззаветную сколько лет отдыхаю отдыхал я в раю променял я на жизнь беспросветную несусветную глупость мою вспоминаю как утречком раненько брату крикнуть успел пособи и меня два красивых охранника повезли из сибири в сибирь а потом на карьере ли в топили наглотавшись слезы и сердца ближе к сердцу кололи мы профили чтоб он слышал как рвутся сердца ох знобит от рассказа дотошного пар мне мысли прогнала тума из тумана холодного прошлого окунаюсь в горячий туман застучали мне мысли под темечком получилось я зря им клеймен и хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен 1968 год Владимир Высоцкий